Продолжение следует... Они продолжают делать, потому что их как класс необходимо внедрить в общество, чтобы общество дрожало и дрожало от страха о том, что будет с ними. Никакого закона, как показывает практика, не существует для этих людей. У них свой закон. Они, даже если они не были на войне, но они были на зоне, они могут говорить, что они, да, были на фронте, и у них карт-бланш зеленой улицы открыт для любых их действий. И никто их не осудит. Нет, друзья, это началось новое время, когда вы должны понимать, кто вас окружает. Не лезьте, не спорьте, не бегите, не жалуйтесь, это бесполезно. Нарожен не идите. Вы все равно пострадаете. Время волков и жертв наступило, причем в резкой форме. Это как холод, лед и пламя, да? Вот сейчас также лед и пламя. Есть волки, которых выпустили из тюрем, есть жертвы. Это весь остальной, оставшийся минимальный российский народ. Бывший киллер Ореховской ОПГ Олег Пронин по прозвищу Аль Капони в 1999 году, приговоренный к 24 годам строгого режима, вышел на свободу из Мордовской колонии номер 7. Согласно заявлению Олега Пронина на имя начальника колонии, после освобождения он намерен проживать со своей супругой в Крыму. Крым, встречай Олега Пронина. Я думаю, что Володя Белый устроит ему великолепный прием, а также его поддержит. Сергей Аксенов. Но здесь Крым будет буквально рад тому, что Ореховская ОПГ приехала в Крым для поддержки внутреннего состояния. Именно для этого выпустили этого парня из колонии. После выхода на свободу Олег Пронин будет три года находиться под административным надзором по месту жительства, пребывания или фактического нахождения. Решение об административном надзоре суд принял в августе. Из материалов суда следует, что за время отсидки Олег Пронин признан злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказаний. Администрацией колонии он характеризуется отрицательно. Находясь в заключении, Олег Пронин заслужил два поощрения и 135 дисциплинарных наказаний. По решению суда Олегу Пронину три года запрещено покидать Крым или другой регион России, который он может выбрать в качестве места жительства. Кроме того, он обязан два раза в месяц являться в полицию. Ему запрещено покидать место проживания с 22 до 6 утра. Олег Пронин просил снять это ограничение, так как оно может препятствовать его возможному трудоустройству. Но суд оставил ограничение в силе. Что такое трудоустройство? Гулять по ночам или, друзья, еще кое-чем заниматься бизнесом, ночным бизнесом. Так что Крым должен встретить своего нового героя. И, ну что же, я думаю, что не будет тесно Володе Белому там с Олегом Пронином. Найдут они и общий язык, и поделятся. Хотя, кто знает, друзья, здесь уже. Но если уже Олег Пронин навострил лыжи свои именно в Крым, значит, полные договоренности уже достигнуты. Включая одобрение Сергея Аксенова. Так что Крым, берегись, Крым. К вам едет ревизор Олег Пронин. Да, друзья, интересное, да? Вообще интересное времечко. Потому что на сегодняшний день вы можете ссылаться на законы, на что угодно. В данном случае это ничто не работает. Ну а в Астрахане, друзья, что еще людям делать? Пить, наркоту употреблять, да? Воровать, ну и потешаться, да, для себя, для своего живота. Итак, по делу о массовом отравлении задержаны три человека. Астраханцы ошиблись с наркотиком. Следственный комитет России возбудил несколько уголовных дел по статье о причинении смерти по неосторожности в связи с гибелью нескольких человек в Астрахане 19 и 20 ноября. Еще около двух десятков жителей города находятся в больнице. Это по неосторожности два десятка жителей в больнице. Уже кое-кто умер. Ну вот такая неосторожность, да? Уже известно, что все пострадавшие стали жертвой покупки незаконных психотропных препаратов у группы нелегальных мигрантов, которые уже задержаны и дали признательные показания. По предварительной версии продавцы зелья выдавали одно сильно действующее вещество за другое. Следственный комитет по Астраханской области сообщил о возбуждении уголовных дел в связи с гибелью троих человек по признакам преступлений. Александр Бастрыкин, председатель СКР, запросил у Астраханского управления доклад о промежуточных результатах проверки массового отравления более 20 человек неизвестным веществом. Рано утром 19 ноября в подъезде жилого дома в Трусовском районе Астрахани был обнаружен труп 19-летней местной жительницы без признаков насилия. Тем же днем в двух других районах города обнаружили еще два бездыханных тела 19-летней девушки и 29-летнего дважды судимого мужчины. Как выяснилось, все они накануне смерти употребляли наркотические вещества. А если им насильно засунули в рот? А если им насильно вкололи? Почему они употребляли? Все-таки насилие, факт насилия никто еще не отменял. Почему нужно так сразу говорить, что они сами? Потому что так выгодно, так необходимо. В астраханские больницы были госпитализированы несколько десятков. Несколько десятков – это не два десятка. Видите, как разнятся цифры? Несколько десятков – это 40 человек, а не 20 человек. И у них разные симптомы, которые накануне, оказывается, тоже принимали наркотики. Минздрав сообщил о том, что с 17 по 20 ноября было госпитализировано 19 человек. Но источники из МВД говорят, что их было больше. Но все они прошли необходимое обследование, и многие, кто захотел, ушел домой. Они были отпущены из медучреждений. Я полагаю, что это самое лучшее явление, когда люди уходят домой, потому что неизвестно, что тебе будут колоть и делать в этих медучреждениях. Всех пострадавших собрали в городской клинической больнице номер 3. По словам главврача Байрама Юлушева, двоих пациентов вскоре выписали. А вот еще двое находятся в тяжелом состоянии. На 21 ноября запланирована выписка еще шестерых пострадавших. Юлушев не комментировал информацию о том, что один из пострадавших, 40-летний рабочий вахтовик из другого города, находится в коме. По сведениям источников в правоохранительных структурах, эта информация соответствует действительности. Врачи сообщают о том, что все жертвы отравились метадоном. Стало известно, торговцы зельем выдавали этот синтетический наркотик за другой – мефедрон. Эти вещества разные по своей природе и свойствам. Запрещенные вещества пострадавшим продали трое граждан Киргизии – Узбекистана и Таджикистана. Все они, по данным МВД, находятся в России нелегально. На допросе они сказали, что работали на стройках Москвы, однако решили заняться более прибыльным делом. Связались через Даркнет с администратором, как они его называют, злоумышленники, далее отправились в Ставропольский край, где получили 100 доз наркотика. МВД выставили кадры, где показали, как один из участников преступной группы называет это вещество мефи. По словам давших показания иностранцев, они успели сделать в Астрахани более 60 закладок. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о распространении наркотиков. Его расследует полиция, но СКР уже инициировал передачу материалов в ведении комитета. Вот такая ситуация, друзья. Я не верю. Я не верю в этих там. Их сразу и Таджикистан, Узбекистан, Киргизия. То есть взяли все республики, да? Для чего? Почему эти все трое не могли быть жителями Таджикистана? Или все трое из Узбекистана? А ведь взяли Киргизию, Узбекистан, Таджикистан. Все три республики. Для того, чтобы ввести на границах какие-то запреты. Вы понимаете, да? А закладывать закладки 60 или 100 могли сотрудники ФСБ. Сотрудники МВД, как это тоже часто бывает. По заданию, конечно. Им дали задание, они это сделали. Потому что проводится спецоперация. Или на жителях данного города решили опробовать новый препарат. Как он будет действовать? Совершенно новый. Не важно, как его назвали. Не важно, что он из себя представляет. Не важно, что за что выдавали. Да, один препарат выдавали за другой. Это не важно. Важно, что кто-то опробовал действие очень сильнодействующего. Якобы наркотика, который вызывает смерть. Падение в кому. А это совершенно иные вещества, которые вполне возможно привезли для того, чтобы жители города их попробовали на себе. И будут даваться отчеты, как действует это новое вещество на людей в данном регионе. А все эти Таджикистаны, Узбекистаны и Киргизстаны совершенно ни при чем. И явно не у жителей азиатских республик покупали в городе молодые люди данный препарат. Заметьте, только молодые люди в основном. Один, вот видите, 40-летний в коме, не выдержал. А другие просто, которым по 19, они просто тут же оббросили копыта, как говорят так. То есть тут же умерли. Копыта или не копыта, мы не знаем, друзья. Мы не знаем, кто сегодня в шкуре человека выступает перед нами. Какой зверь, мы этого тоже не знаем. Я Таня Карацуба, Сеид Бурхан, 21 ноября 2023 года.